Значит, вам тоже тяжело? Ну вот, это тяжело является вашим объёмом работы. То есть, если, допустим, у вас не близкие отношения, и вы не чувствуете её боль, то помочь сложно. Но если у вас близкие отношения, то есть два способа помочь. И оба начинаются тогда, когда вам стало легче. То есть, вам надо заниматься духовной практикой, молитвой, внутренне что-то делать, внутри себя что-то делать до тех пор, или куда-то ходить. Вот, допустим, вы приходите в храм куда-то и настраивайтесь сначала на духовное мероприятие, входите в его настроение. И в тот момент, когда вам стало легче там, на духовном мероприятии, вы должны также подумать о своей сестре. И в этот момент, когда вы начнёте о ней думать, у вас будет бороться вот это чувство тяжести в сердце с тем, что происходит во время мероприятия духовного. Если вы настроитесь на мероприятие, и в сердце станет легче, то вы первый этап помощи уже сделали. То есть, с этим настроением вы должны, можете потом дальше с ней начать разговаривать. Вам будет всё равно тяжело. Ну, сейчас не надо об этом говорить, одобрять, не одобрять. Сейчас не время не одобрять. Когда растение высохло, его надо поливать, его не надо общипывать. То есть, вам надо сейчас просто давать ей любовь. Сейчас где-то не вопрос принципов, не время выяснения отношений, время труда. Труда сердца. Труд сердца начинает с сердца. Вам надо сначала научиться так настраиваться, чтобы вам было легче с ней общаться. Это значит, что вашей силы хватает ей помочь. Вам ваша цель просто её успокоит. Когда человек успокаивается в беде, у него начинает действовать разум. Разум действует только тогда, когда человек успокаивается. Беспокойствие разум не действует. Поэтому первая цель человека, который хочет помочь, это успокоить человека. Успокоить означает дать ему силы, вдохнуть в него своё состояние, свою веру, свои силы. Это первый этап. А потом дальше, уже на втором этапе, нужно постепенно переключить её сознание, насколько это возможно, на какую-то деятельность, на то, чтобы она была счастлива в чём-то, в какой-то деятельности, получала, уже сначала вы ей даёте силы, она рядом с вами успокаивается, а потом она начинает успокаиваться рядом с какой-то деятельностью. Это второй этап. На третьем этапе, если уж вы действительно хотите ей помочь, вы должны каким-то способом дать ей знание о том, что смерти нет. Проблема заключается в том, что у вас у самой нет этого знания. Потому что вы сказали, что не умерло два человека. Люди не умирают. Вы не можете этого сейчас понять, потому что это запредельная такая информация. Но никто не умирает. Я могу это понять, потому что я чувствую и вашу сестру, и этих людей, которые оставили тело. Один совсем недавно, другой раньше гораздо. Вот. Я чувствую этих людей, и как она с ними взаимодействует. Поэтому у меня нет вопроса в том, живы они или нет. Как можно почувствовать того, кого нет. Да, это факт. Вот молиться за них означает, что вы взаимодействуете, вы служите Богу. То есть люди часто не понимают, что значит, что за кого-то молиться. Человек просто служит Богу. Но плоды этого служения, то есть свою память, он посвящает кому-то. Он занят служением, он не занят чем-то другим. Он думает о Боге. Но память свою, задние какие-то мысли. То, что сзади. Или он говорит, я это делаю вот для тех, кто. Вот это называется за кого-то молиться. Но если вы постоянно думаете о ком-то и думаете, что в это время вы помогаете, нет. Помочь нам можно только своим служением. Когда ты служишь Богу, тогда ты кому-то помогаешь. Если он у тебя в памяти в это время находится. А хочешь, чтобы настроиться на мою, чтобы отключаться от твоего, вы можете настроиться, только когда у вас есть вера в старших. Сила молитвы передается от одного человека к другому. Если вы включаете молитву чью-то и вместе с этим человеком молитесь, тот момент, когда вы поверите в его голос, в этот момент вы настроитесь. давайте дальше двигаться. Я буду спрашивать тех, кому тяжело. Ну вот мужчина, допустим. Да? Вы? Давайте. Или это женщина? Да, вы. Женщина? Женщина, извиняюсь. Я плохо вижу уже там дальше. Хоть очки поменял. Вижу все равно. Думал, лучше буду видеть. Отсвечивает та часть зала уже. Я просто по-русски подстегнусь по этому. Ну, я вижу только профиль, да. Здравствуйте, Геннадьевич. Я год назад вышла замуж. Отношения очень тяжелые. Этот человек хороший, я его люблю. Но, когда мы ссоримся, он становится очень агрессивным. И с ним ничего невозможно сделать, он психолог. Но больше всего меня волнует то, что он склонен к вам-то агрессии. Он начинает наносить какие-то повреждения во время... Себе? Себе самому. Меня он не трогает. Себе он наносит какие-то повреждения. И ничего не могу с этим сделать. Сейчас он заболел. Мне давно он принес инспорт легкого. Уехал к маме. Он во всем обвиняет меня. Стоит вопрос о разводе. Что мне делать? У меня пытаться спасти семью. Я очень хочу ее спасти. Но я понимаю, что возможно там даже есть какие-то небольшие психические отклонения. А у нас у всех есть психические отклонения. Знаете, что жизнь без психических отклонений означает жизнь, в которой человек очень сильно соединен с Богом. В этом соединении человек чувствует победу над своей судьбой. И тогда его разум тверд, ум спокоен. Жизнь без психических отклонений означает разум тверд, то есть соединен с Богом, а ум спокоен. Беспокойство ума счастливым быть невозможно, а без счастья нет нормальной жизни. Все эти беспокойства, раздражения означают нехватка энергии внутренней. И все это означает отклонения. У каждого человека есть отклонения. Но есть люди, которым тяжело просто по судьбе, тяжелее стало, а есть которым легче. Есть только один вид психического отклонения, на который стоит обращать внимание действительно. Это неправильное мышление, неправильная философия. Понимаете, вот это серьезный вид психического отклонения. Он приводит к тому, что человеку начинает обладевать духи в какой-то момент. И это уже называется психическое заболевание. Но если человек срывается просто сильно и потом трезвеет и раскаивается, то это управляемая ситуация. Но ему тяжело, значит, больно сильно. Я боюсь, что он что-то причините какого-то увечья и я очень этого боюсь. И у меня маленький ребенок, у меня сын 8 лет, я боюсь, что это может все происходить при нем, и он я абсолютно никак не могу. Я его успокаиваю. Прошу прощения. Если человек находится в невежестве, надо жить отдельно и молиться за него. Невозможно жить с таким человеком вместе. Из 3 состояния сознания людей. Первое состояние. Человек находится в невежестве, то есть его эго настолько сильно деструктивно влияет на ситуацию, что человек не может себя контролировать. Такие люди или имеют очень серьезные вредные привычки, или они ведут себя очень агрессивно по отношению к другим или к себе. Такие люди могут быть асоциальными, асоциальность означает ненависть к кому-то очень серьезной, к другим людям, духовным традициям и так далее. Когда человек находится в невежестве, с ним невозможно строить близкие отношения, но при этом это не означает разрушение семьи. Надо научиться находиться на дистанции от этого человека и молиться за него, чтобы молитва очистила его сознание и перевела его из состояния невежества. Невежество это всего лишь покрытие разума эгоизмом. Это уровень покрытия разума. Понимаете, в человеческом теле покрытие эгоизмом можно преодолеть с помощью молитвы духовной жизни даже близких людей. Человека может озарить, просветлить. Но у животных покрытие настолько сильное, что у них разум не включится никогда, потому что для этого не существуют возможности психики в тонком теле. закрыты. Поэтому невежественный человек в принципе ведет себя как животное. То есть он не управляет, не понимает, как правильно делать. Но он не животное, он человек. И разница именно в этом, что за него молясь, можно чистить его. Тогда можно пробовать жить вместе. но обычно показывает, что это идет циклами. Невежественный человек не может сразу выйти из невежественного состояния, он несколько попыток обычно делает. Поэтому можно сближаться, уже зная, что придется опять разлучиться, потом опять сближаться, на подольше, потом еще, и потом в какой-то момент он уже стабилизируется. Но условие такое. Во время молитвы вы должны почувствовать, что этот человек хочет изменить себя. значит тогда постепенно все получится. Но первый этап это жить в сердце рядом с ним. Не телесно, а в сердце. Страстные люди это те люди, которые ведут себя нормально, они адекватные и все, они ведут себя нормально, но они очень сильно привязаны к внешним идеям. Не к настоящему счастью, то есть любви, гармонии, отношениям, Богу не к настоящему счастью, а к внешним идеям сильно привязаны люди. То есть нам нужна квартира, нам нужна статус в обществе, нам нужны деньги и так далее. Люди к этому очень сильно привязаны. Такие люди хорошие, нормальные люди, они не такие неразрушительные по своей природе, но у них нет возможности по-настоящему любить. От них нечего этого ждать. Они могут наслаждаться рядом с тобой, то есть быть влюбленными, наслаждаться рядом с тобой, испытывать счастье, говорить, что я тебя люблю, могут ухаживать, заботиться, могут испытывать чувства очень сильные, но если человек не имеет внутренние основы, его тянет к внешним вещам, его цель жизни внешне, не внутренне, у него нет стремления к Богу, нет стремления к молитве, нет стремления к самосовершенствованию, совести, нет понимания глубокого смысла человеческой жизни, то этот человек никогда не может быть верным до конца, и поэтому не надо сильно рассчитывать, что пока этот человек не поменяется, не надо сильно рассчитывать, что он тебя не бросит. вам вообще мне на эту тему не надо с ним говорить. Вы говорите, что я не развожусь никогда, я не склонна к этому, просто молитесь за меня. Сам сделает это, его делают, конечно. Ваша вина будет только в том, если вы сердцем не исправляет ситуацию, ждете, тогда вы виноваты. Если вы молитесь, раскаиваетесь во всем, тогда все будет хорошо. Я не договорился с ним. Поймите, самое главное, что вы должны понять из этого всего. В этом мире не бывает просто людей, которые почему-то сваливаются на нашу голову. Вот это самое главное, первое и самое сложное, что вам нужно понять. Этот человек вылетевляется олицетворением вашей судьбы. Вы так сами себя вели до этого, понимаете, когда-то. И поэтому вы получили этот экзамен. Это сложно понять и принять, но когда человек понимает и принимает это, какой бы сложный экзамен не был, на какой бы дистанции с этим экзаменом не нужно было бы себя вести, все равно человек оказывается победителем. Проигрывает своей судьбе тот, кто считает, что этот человек плохой, я хороший, поэтому пошел он подальше и я найду себе лучше. Вот этот человек, который так думает, он никогда судьбу не победит. Даже бывает так, что человек не может справиться со своей судьбой и семья разрушается, но он при этом не считает, что этот человек не мой, мне надо найти себе лучше, он так не считает, он просто понимает, что он не справился, раскаивается в этом, но ничего не может сделать. Такое бывает. Если вы правильно все будете понимать, тогда вы победитель своей судьбы и дальше все будет лучше в вашей жизни. Но вот почему я вам это сказал, потому что вы видите, что пока дальше все становится хуже, а не лучше. Это значит, что вы неправильно относились к тем, кто был до этого. Спасибо вам, что вы согласились. Значит, все идет хорошо. Я спрашиваю тех, кого нужно сильно спросить, да? Согласны? Вот в синем девушке. Да, вы? Ага. нет, нас нужно для всех, же мы для всех. Меня, кстати, спрашивают и обвиняют, даже я в интернет читал подобное, я люблю читать обвинения в мой адрес, это полезно очень. Там обвиняют, что, вот буквально слова такие, он поднимал при всех женщин и заставлял их говорить о своих личных проблемах при всех, унижал их своими словами, издевался над ними. Вот так вот мне там пишут. Видите, этот формат очень сложный, у нас идет открытая беседа при всех, этот формат очень сложный для сознания. Вот некоторые люди не ожидают, что так возможно, такая беседа. Но мой опыт показывает, что именно такая открытая беседа, она дает возможность людям глубоко осознать, буквально за несколько минут осознать, переосмыслить все, что происходит в жизни. Потому что это очень ответственный момент, человек открывает сердце. И это является также помощью для всех, кто слушает. Представляете, какая уникальная возможность люди из своей любви дают вам возможность окунуться в свой личный опыт, и вы получаете уникальную возможность пережить это все все вместе. Этот формат возможен только для тех, кто как семья. То есть, если вы приходите на мою лекцию, и вы глубоко проникнуты отношениями, тогда для вас этот формат нормальный. Но если вы пришли первый раз, и вы как бы боитесь всего, что происходит, вы можете воспринять это как странное, что-то такое странное, непонятное. В древней культуре так люди жили, они всегда были открыты во всем, и никогда ничего не скрывали, не таили, и все решалось очень быстро и просто. Да. то есть, вы никуда не ушли, получается. виноватая я, и последняя наша встреча оказалась очень варенькой. Я думаю, что это не значит. Вопрос заключается в том, что она бросила мне при последней встречи, а в том, что во всех отношениях не планирует и глуполосит кулам, она винилась. И для меня в том, что виноватая я именно в отношении вашей семье и кушке. То есть, в том, что я, видимо, я понимаю тех отношений тепла, давайте не будем продолжать, не будем продолжать. Давайте я начну как бы сейчас беседовать над тем залом. Видите, невозможно бросить ситуацию. Правда ведь? Допустим, была сложная ситуация с близким человеком, жить с ним невозможно было. Что нужно было делать? Древняя культура говорит, что в это время нужно не разводиться, а просто пожить отдельно и молиться уже, понимаете, когда люди непосредственно не могут решать ситуацию, они должны находиться отдельно и решать ее в сердце. Но мы не знаем вот этих законов. Мы думаем, что если я сейчас как обычно думает человек, мне с этим человеком тяжело. Скорее всего, он не мой человек, чужой для меня человек. То есть, я прихожу к какому-нибудь психологу, астрологу, еще кому-нибудь с целью найти подтверждение. Неопытные люди подтверждают, говорят, это не твой человек. Ты как бы уходи от него, это не твой человек, найдешь своего и все у тебя будет хорошо. Но видите, судьба будет догонять в виде дочери. Вот эта дочь, она похожа на отца, то есть, она несет его судьбу. И через нее теперь судьба начинает действовать. Если как бы с дочерью разрушить отношения, судьба найдет еще какой-то способ действовать на вас, она все равно не отстанет. Потому что вот этот метод разрывать отношения и уходить, он не работает. Я просто делал глубокий анализ судеб многих людей и делаю такое смелое заявление сейчас, что этот метод не работает, потому что судьбу обмануть невозможно. Поэтому мы раскручиваем узел с самого начала. Первое, что вы должны сделать, вы должны раскаяться в том, глубоко раскаиваться в том, что произошло с вашим мужем. И также раскаиваться в своем сердце перед вашей дочерью. Потому что нельзя очно это делать. Она сейчас находится в невежемом состоянии и она в любое ваше раскаяние воспримет как еще одну возможность сделать вам больно. Этого делать не надо. Нужно в своем сердце сейчас решать вопросы связанные с вашей судьбой, пытаться раскаиваться, принять все, что судьба вам дает. сделала вам обвинение, дочь вам сказала, что вы во всем виноваты в ее жизни. На самом деле вы не виноваты в ее жизни, нисколько ни в чем просто родители они или могут подарить милость человеку, ребенку, изменить их судьбу, с помощью духовной своей силы родители могут изменить судьбу детей, или у них не хватает силы изменить судьбу детей. Вот судьба этой дочери такова, что она уже заранее получила то, что сейчас происходит в ее жизни. Но она это связала с своей матерью. Она увидела процессы, которые происходят в ее жизни на родителях. И каждый человек увидит точно на родителях все процессы, которые дальше будут происходить в его жизни. Так можно предсказать себе судьбу семейную жизнь. Посмотри, как живут твои родители, если ты к ним привязан к своим родителям, если ты не к бабушке и дедушке привязан к родителям, тогда посмотри, как живут твои родители, и ты увидишь свою судьбу. Такое бывает тоже, да. Это значит смотри через один, может бабушка, дедушка, они, родственники, показывают нашу судьбу. Бывают иногда исключения, у вас исключения, так? Но это не значит, что нет системы. Поднимите руку, у кого так произошло? Давайте смело ведем сейчас опрос. Кого так произошло, а у кого не так? Бывает и так, и так. Но по родителям можно судить о своей судьбе. Иногда они копируют твою личную жизнь, а иногда твою деятельность. надо смотреть просто как именно твои родители копируют тебя. Например, у кого-то родители, как они действуют в этом мире, будут повторяться с вашей судьбой, а у кого-то будет повторяться их личное отношение. Но родители все равно даны для того, чтобы нам увидеть себя со стороны, когда мы маленькие. Иначе зачем человек будет попадать в эту семью, какой смысл? Нет смысла. Мы попадаем только к тем, кто похож на нас. Живем родители, это те, кто похож на нас. В данном случае это классика жанра, то есть ваша дочка копирует вашу судьбу, не похожа судьба, и она сама виновата в своих проблемах, но вы ей не помогли, не смогли ей помочь из-за того, что неправильный поступок совершили рядом с ней. Поэтому вот так вот. Да? вот смотрите, это всегда означает ситуация, в которой присутствует энергия невежества. Понимаете, там, где есть невежество, привязанность становится больной проблемой. Вот, допустим, я привязан к какому-то близкому человеку, да? Он мне раз изменил, совершил невежественный поступок. Что он мне делает? Улыбаться ему глупо, потому что он предал, и разрушать отношения с ним тоже нельзя, потому что это предательство означает моя судьба, я тоже, видно, меня наказал Бог за что-то там в прошлом. Что делать с этим человеком? Какой ответ? Вы не знаете. Я сейчас вам расскажу. Эти ситуации, вот у женщины была эта ситуация, тоже я сейчас спрашиваю людей, которые тяжелые ситуации, тоже такая же ситуация, когда есть привязанность, но произошло какое-то чрезвычайное событие, да? То есть, кто-то ушел из жизни, или человек вошел в невежественное состояние, или то же самое у вас, то есть, дочь ведет себя неправильно, она совершила оскорбление серьезное на свою мать, и это оскорбление ввело в ее в эту невежественную зону. Человек в невежественную зону в жизни входит очень просто, надо совершить оскорбление на старшего или сделать внушный поступок какой-то, и все, ты уже не живешь как раньше. Твоя жизнь пошла по другой колее уже. Ты находишься в невежественном пространстве, и все, что с тобой будет происходить, оно не будет иметь никакого адеквата в это время. в это время вы должны научиться с помощью привязанности к Богу свою привязанность к дочери контролировать. Потому что когда человек сильно к кому-то привязан, он не может оставаться спокойным. Вот, допустим, если мне колят в руку, допустим, режут руку. Я сильно привязан к своему телу. Я не могу оставаться спокойным. Единственный способ контролировать ситуацию, это думать о Боге настолько сильно, чтобы моя привязанность к руке ослабла, а привязанность к Богу окрепла. То есть сейчас дочери делать ничего нельзя и невозможно. И с бывшим мужем сделать ничего нельзя, невозможно. Вам нужно отстраниться от своей жизни сейчас. Вам надо погрузиться в духовную жизнь до тех пор, пока вы не начнете контролировать в своем сердце ситуацию. Первый этап вам спокойно становится по отношению к дочери. Второй этап вы начинаете с ней общаться, можете уже влиять на нее с помощью речи. Третий этап меняется ее восприятие в вас и так далее. дочери и так далее. Продолжение следует...